Последние несколько месяцев интерес к вашей персоне не утихает, но это очевидно, ведь всем интересно узнать новые компрометирующие подробности о вашей работе с господином президентом. А скажите честно, у вас вот подобного рода компромата, еще на сколько серий хватит? Учитывая, что ситуация в Украине сложная сейчас, и в медиапространстве ничего не попадает от той коррупции, которая ведется президентом Порошенко. Поэтому, я думаю, информацию эту надо растягивать и подавать ее порциям. Пресса сегодня вся запугана, вся ушла полностью под Порошенко, в первую очередь, потому что нет никакого финансирования, а деньги сегодня есть у него и его команды. Все, кто пытается быть оппозиционерами или говорит какие-то непристойные вещи в его сторону, сразу же ассоциируют с рукой Кремля или агентами спецслужб. В Москве, говорят, вы бывали несколько раз по личному приглашению. Кого? Кремля. Да что? Нет, в Москве я был, но по личному приглашению от их переговорщиков, которые хотели закрыть мирот и со мной пообщаться. Они мне назначали встречу в Москве, говоря о том, что у них нет английской визы, давай встретимся лучше там. Вот так мы с ними встречались. Ну и тут же они сразу используют эти моменты в своих пиар-акциях рассказать, вот Анищенко был в Москве. Ну пусть рассказывают. Не так давно вы прошли испытания на полиграфе. Расскажите, на какие вопросы пришлось ответить и каков был итог этих испытаний? Ну, после той информации, которую я давал там американскому министерству юстиции, ко мне они обратились еще раз и предложили мне пройти все, что я говорил на полиграфе, чтобы подтвердить это, честно я говорю, откровенно или нет. То есть мы договорились с ними в Европе, тоже они прислали человекам. Я прошел все эти тесты на полиграфе. Тесты оказались более чем очевидны. То есть все, что я говорю, это оказалось правдой. Я им, конечно, сказал, попросил то же самое, чтобы они проделали с Порошенко, но я не знаю, думаю, наверное, вряд ли им захочется проводить тесты на полиграфе. Ну, вопросы одни и те же, то есть получал ли Порошенко взятки сам лично, давал ли он распоряжение по оплате при голосовании к парламенту. Вплоть до того, что задавали мне вопросы, если у меня русский паспорт и являюсь ли агентом ФСБ. Точность, с которой вы отвечали на вопросы в процентах, наверняка измеряется. У вас какой был результат? Ну, большой. 97-95% достаточно высокий процент. Вашу позицию по отношению к тем обвинениям, которые в ваш адрес выдвигает украинская сторона на родине, вашу позицию знают? Вашу позицию слышно? Люди поддерживают, люди знают о том, что творит Порошенко сегодня, о том, что это сегодня самый коррумпированный человек на Украине, о том, что он развязал войну, о том, что он отбирает у всех людей бизнес. Мало того, что он отбирал бизнес сначала у всех богатых людей. То есть сейчас он дошло уже до того, что он отбирает бизнес у среднего класса. Человек настолько боится, что кто-то зарабатывал деньги и, не дай бог, финансировал какие-то оппозиционные силы. То есть готов уничтожить вообще любой бизнес, который был в стране, чтобы все деньги только контролировал, чтобы все шло через него. Ну вот придите просто в любую там деревню, я не знаю, и спросите людей, вам стало легче жить? Все скажут, что это ужас. И уже доходит до того, до смешного. Скоро начнут, наверное, просить, чтобы Янукович вернулся назад в Украину. Свой второй раунд вот в этой информационной войне, негласной или уже гласной, которую вы ведете с господином Порошенко, вы начали как раз с подробного рассказа о деле Рената Ахметова. Это история о том, как через меня он попросил найти министра экологии, потому что министр экологии отвечает за все лицензии для газодобывающих компаний. Как он хотел отжимать там, допустим, те компании, на которые он положил глаз. То есть на тот период я должен был найти человека с хорошим юридическим образованием, с западным образованием, чтобы он был идеально чист. Ну, это как обычно, то, что любит Порошенко, чтобы никто к нему не мог придраться, знаете, чтобы он был идеально чистый. Но основное, чтобы он был подконтрольный, чтобы он мог выполнять его задачи. То есть должна быть светлая сторона, но с другой стороны он должен выполнять все, что он это, как бы все его там потребности, все его хотелки, все его там пожелания. А почему именно вам было поручено быть кадровым агентом в этом деле? У меня, как у человека, который всю жизнь в газовом бизнесе находился, было достаточно опыта, поэтому все вот эти консультации по газовым вопросам, по компаниям, о том, как ведется газодобыча на Украине, то есть Порошенко узнавал через меня. Ну, вот я ему нашел такого человека, это был один из моих там друзей, то есть человек с западным юридическим образованием, Шевченко Игорь, которого я рада с ним познакомил. Ну, и через него он так все организовал, что назначил его министром экологии. Ну, и сразу же последовало ряд задач найти нарушения в получении лицензии той же вот этой компании Ахметова. То есть, видите, там у Порошенко нет какой-то там, не идут какие-то мысли там про войну, о том, что на тот период был оваский котел. То есть, он думает только о своем бизнесе, как кого-то отжать и как получить вот эти деньги, которые ему важно, необходимы. Не знаю, в принципе, для чего. Человек, в принципе, богатый, с большими деньгами. Куда он хочет эти деньги забрать? А эти предприятия, поясните, почему именно они стали такой целью? Ну, он все время смотрит за те предприятия, которые дают большой доход. И непосредственно вот эта компания, она автозаводобывание, она именно компания номер один по добыче газа. Сегодня на Украине более того, там Порошенко когда-то имел какое-то отношение, ну, еще когда эта компания вообще не имела ничего, да, а давным-давно там он имел какую-то там часть, долю в ней, так как он мне рассказывал. И потом его там учредители якобы ободнули, там, вывели из этого, из этой компании. Поэтому вот у него все время был план мести, как только он придет к власти, чтобы эту компанию отобрать и забрать ее себе назад. Ну, учитывая, что компания уже принадлежала там другому человеку, точнее, там, Ренату Ахметова, вот, у него появилась там бредовая идея, там, получить какие-то сумасшедшие деньги за эту компанию с нему. И вот это, учитывая, что у него не получилось через меня и через Министерство экологии лишить компании лицензии, он подключил, как бы, верных своих исполнительных из Генеральной прокуратуры, которые непосредственно всегда исполняют заказы, такие специальные заказы от него, там, по наезду и возбуждению уголовных дел. Компания была арестована практически на целый год, несла большие убытки. И вот шла между ними договоренность, какая сумма будет компенсацией Порошенко. То есть, по моей информации, он хотел около 200 миллионов за эту компанию. Ну, и как только я так понимаю, что все условия были выполнены, через год компания снова стала хорошая, снова все проблемы испарились, то есть не было неректа, и компания снова стала работать, как бы, в нормальном режиме. Какие преференции вам обещали? Может быть, это были какие-то финансовые гарантии? Я ничего с этого не должен получать. Порошенко только использовал меня, знаете, как на кого-то натравить, а потом, когда все финансовые вопросы, он сам всегда договаривался. Он убирался от человека, и это вот не даст мне соврать ни один бизнесмен, или это же не первый раз. То есть, потом он все время приходил и говорил, зачем нам какие-то посредники, давай договоримся между собой и все. Чтобы я вам скажу честно, с этим человеком никто, я думаю, никогда не заработает ни одну копееку. У него все, как бы, проекты, весь бизнес настроен только в одну сторону, на обогащение самого себя. То есть, он не видит ни партнеров, и не любит, когда кто-то рядом зарабатывает. Если он видит, что рядом кто-то зарабатывает, человек успешный, для него это считается отличным оскорблением. Как вам кажется, это была такая личная месть господину Ахметову со стороны Порошенко, или это была для него такая возможность вернуть упущенную выгоду за все эти годы? Я могу сказать, это было и то, и то. Первое, этот человек очень мстительный, да, то есть, он ничего никогда не прощает, он именно может затаиться. Если вот там кто-то, как он говорил, его обманул, там, или еще что-то, пусть это было, там, 10 лет назад, или еще вот он всю жизнь живет этой местью, что наконец-то он сейчас, там, получил всю власть, и он может отомстить, там, получить какие-то, там, выкуп за это, плюс, может быть, еще, не знаю, там, вот, я знаю то, что в эту компанию зашла еще, там, другая компания инвесторов по 25%, то, может быть, он стал и учредителем этой компании. Я не понимаю, кем он хочет стать, не понимаю, то есть, с кем он соревнуется, какие у него, там, пределы, или он осмотрелся, наверное, сколько денег, там, вывез Янукович и хочет, там, обогнать его, я не знаю, ну, я не понимаю, если честно, его мотивы, жадности и к чему он стремится. Последняя встреча с президентом, помните ее? О чем вы тогда говорили? Я помню последнюю встречу с Порошенко уже, когда она бы арестовала всех моих людей, и я уехал, то есть, он меня, изначально он меня предупредил, сказал, если вы не будете выполнять, там, такие-таки-то, там, вопросы при голосованиях, это, то, там, завтра к вам приедут, там, с обыском, и начнут, там, вас всех, там, гнобить, душить и так далее. Вот, сказал, что если нет, то с пяти утра завтра вас всех, там, начинают на вас атаку. И я уехал в этот же день, а он сам по себе, то есть, трус, он может только делать, вот, через, там, других людей, знаете, кого-то, там, посылать, там, эти, которые, вот, этих, там, собак, которые умеют кричать, знаете, там, и ничего вообще не видит, там, не правда это, знаете, таких четких своих служак и исполнителей. А сам он всего боится и никогда не пойдет вот так вот на один на один, на конфликт. Я бы, конечно, для меня было большое удовольствие, там, выйти с ним на дебаты, и даже с тем же его окружением, кто, там, любит, там, кричать и говорить, ну, пожалуйста, готов любой момент, вот, если это можно как-то, я не могу, конечно, это через украинское передать, потому что у меня никто не берет интервью, но если они услышат через российское, я с удовольствием бы принял бы с ними, там, дебаты в любых, там, телешоу, в любых программах. На Украине вас обвиняют в том, что вы не возвращаетесь в страну, а раз не возвращаетесь, значит, вам есть что скрывать. Какие гарантии вы ждете для того, чтобы пересечь границу? Ну, вернуться в страну, вы же понимаете, в сегодняшней, на сегодняшней ситуации, если я вернусь в страну, я не знаю, сколько я там доживу, вот. Нет, учитывая, что тот объем информации, который знаю я, Порошенко, ну, как мне можно возвращаться в страну? То есть я для него сейчас, там, враг номер один, который он всячески пытается где-то выловить, там, или, там, заманить, там, я уже не говорю, там, сколько запугиваний мне идет, там, и прочего, и прочего. Поэтому гарантии от него, пока он у власти, то есть это не те гарантии, я же уже говорю. Ну, вот смотрите, какой сейчас у вас имидж? Не, к сожалению, на данный момент стоит констатировать, что вы неизвестный украинский бизнесмен, и даже не одиозный олигарх, да, как можно было прочитать до этого. Сейчас вы враг Порошенко. В российских СМИ, в украинских СМИ и за рубежом. А вас устраивает этот статус? Мне кажется, вам было чем гордиться гораздо больше. Гораздо больше были достижения, нежели просто враг президента. Ну, я все-таки надеюсь на то, что власть на Украине поменяется в ближайшем будущем. То, что Порошенко сейчас ненавидит, вся страна, это 100%. И будут произведены досрочные выборы, где, я думаю, он потеряет свою власть. И надеюсь в ближайшее время вернуться в Украину и продолжать свою политическую борьбу против режима Порошенко, если он еще как таковой будет существовать. Ну, а финальная-то цель – импичмент? Финальная цель – импичмент. А ваша роль после импичмента? Вот это моя конечная задача и роль. Дальше я не хочу больше заниматься, а не политикой. Потому что политика на сегодняшний день такая грязная вещь. Конечно, получил я достаточно опыта в этом. Для меня это плохой опыт. И, грубо говоря, если бы я вернулся сейчас в свою жизнь назад, на 5-6 лет, я бы никогда этой политикой не занимался. Ну, мы тут краем уха услышали ваш разговор. Вы, видимо, кого-то из своих друзей просили сало привезти. Ну, то есть, все-таки по родине-то скучаете? Ну, конечно, да. Я же прожил всю жизнь на Украине по родине. Скучаю и по-хорошему сало скучаю. Когда кто-то там собирается ко мне приезжать, я все время прошу, привези что-нибудь с родины. Скучаю, честно говоря, скучаю. Хотел бы вернуться, но надеюсь, что это скоро произойдет.